Здравствуйте, друзья! Ко мне обратился пользователь Денис Шашков с просьбой подключить матричную клавиатуру к Ардуино через расширитель портов ввода-вывода МЦП-23017. Я решил сделать вот это попробовать и первоначально думаю, что это легкая задача, что там 8 входов там подключу и по-быстрому сделаю, но дело не тут-то было, так, два дня потратили на это пока сделал. Давайте посмотрим видео, как это работает, потом объясню, что за сложности были у меня. Итак, друзья, подключил матричную клавиатуру 4х4 через микросхему МЦП-23017, вот это расширитель входов-выходов к Ардуино по просьбе Дениса Шашкова. Тут сложность был такой, адрес на нулевом адресе вот этот микросхема плохо распознавался у меня. Пришлось адрес поменять, тут подключил шестой адрес при помощи вот этих перемычек, после уже вроде стабильно стал работать. Вот на дисплее 1, 2, 3, A, 4, 5, 6, B, 7, 8, 9, C, звездочка 0, решетка D. Вот типа таким образом работает. Так, так, остальные на компьютере объясню, как это я делал. Так, теперь давайте посмотрим, как это все работает. Сначала вот схема, схема подключений такая, вот микросхема МЦП-23017, здесь 16 входов-выходов можно сделать, то есть входы можно настроить как выходы или как выходы. Ну, и этот, он подключается к сети, к решению Айтуси, вот этот 12, у нас 12-13. Так, вот это Айтуси, и вот эти сопротивления подтянуты к плюсу. Если здесь вот этого не будет, тогда можно ставить эти резисторы. Если у нас есть дисплей, вот эти резисторы можно и не поставить, вот таким образом. И здесь этот, вот его настроил МЦП-23017, 4 входа и 4 выхода сделал. Вот где входы, их тоже надо подтягивать к земле, вот чтобы ложных срабатываний не было, вот это при помощи 5 кОм подтягиваем к земле. Теперь давайте ВФЛПРОК объясню, покажу, как это я сделал. Изначально, вот как решил сделать, мне показалось, что это очень легко сделать, что там 8 входов сделаю, подключу, и вот типа такой этот таблица состояния, вот при помощи этого ФБ блока, там получу нужные вот 16 комбинаций разные, если входы подавать, но не тут было, ну никак не получается, как входы сделать, вот у него схема вот такая, и никак не получается, чтобы вот все как входы сделать, то есть, то есть получается, что вот надо половина, как входы сделать, а половина как выход, вот на выходах, вот поочередно надо вот это подавать высокий уровень, а с входа, с входа получить и кроме того, вот еще с выхода туда подключить вот эту таблицу состояния, чтобы получилось, если здесь высокий уровень, допустим, и здесь высокий уровень, мы нажимаем эту кнопку, получается вот это, из этих двух, вот получается, как эта звездочка у нас должна была, но вот надо, чтобы выход сделать, вот эти четыре выхода, как бы, вот сейчас в ФБ блока объясню, то есть, вот это у нас, этот блок у нас, таблица состояния, то есть, из двух, вот из двух, вот если здесь высокий уровень, и здесь высокий уровень, это значит, что здесь будет высокий уровень, вот типа так должно работать, или разные комбинации, вот это заполнил, этот по вот этому, вот как здесь по очередности такая, один, два, три, четыре, пять, ноль, потом А, Б, Ц, Д, звездочка и расчетка, и для этого вот у меня тут этот генератор работает и счетчик, счетчик цифры от нуля до четырех, то есть, когда четыре, опять спрос происходит, генератор работает, вот двадцать пять миллисекунд и оставили, но такой скорость, по-моему, не получается, но все равно, и здесь цифры от нуля до трех меняется на выходе, и здесь у нас переключатель стоит, переключатель поочередно, вот это выходы, выходы включают, вот выходы включают поочередно, сначала высокий уровень на этой линии будет, потом на эти, потом на эти, потом на эти, вот так работает, и здесь МЦП-23017, четыре выхода взял, вот эти выходы, поочередно на выходах, вот это появляется высокий уровень, и одновременно вот сюда, вход сюда подается, то есть с выхода вот эти, вот здесь как бы, можно было с этого выхода, с этого, с этого здесь изменить, и кроме того, вот здесь высокий уровень, получается поочередно, и таким образом я мог вот это подключить, как бы сюда, чтобы все правильно работало, и получается так, здесь на выходе, когда кнопку нажимаем, уже смотря какую кнопку, здесь будет высокий уровень, вот один из этих 16 выходов, но учтите, что этот, он, это пульсирующий получается, у нас же генератор работает, постоянно вот это положение меняется, если вот мы нажали кнопку первую, допустим, здесь высокий уровень, но он постоянно не держит, вот это несколько миллисекунд держит, потом пропадает, потом держит, вот типа так, если будет это использовать, надо будет здесь еще какой-то таймер или что, вот, чтобы вот это постоянно, вот высокий уровень сохранился, сохранился, чтобы не упал, как бы, не менялся, и после вот уже, это все, здесь у нас этот, шифратор стоит, вот, если на первом входе высокий уровень, это один будет, в втором, это два, три, четыре, ну, до десяти, здесь это нол у нас, потом А, Б, С, Д, потом звездочка, потом решетка, и здесь еще через ОР, если здесь высокий уровень, на первом входе ОР, R3, это сохраняется на, вот этим, на этой переменник, где счет, после вот это, сюда другой переключатель уже, чтобы показывал на дисплей нужное число, вот если счет здесь ноль, вот это будет, вот это будет, если один, вот один будет, если два, два будет, три, три будет, четыре, четыре, пять, то есть, потом, если десять будет счет, это уже у нас ноль получается на дисплее, здесь ноль, потом А, Б, С, Д, потом звездочка и решетка, вот таким образом я эту задачу решил, и, правда, вот, долго мучился, вот пока нашел решение именно с этим, то есть, входом и выходом, то есть, четыре входа надо, четыре выхода задействовать МЦП 23017, и еще такой момент, вот эта схема нестабильно работала, изначально вот это, вот здесь адрес на МЦП 23017, адреса вот здесь меняется, если все к нулю подключат эти три вывода, у нас адрес нулевой будет, если все к вот это плюсу подключить, у нас будет седьмой, вот в таком виде у нас шестой адрес получается, я к шестому адресу подключил, то есть, пятнадцатый, это у нас это к земле, шестнадцать, семнадцатый, это к плюсу подключил, это у нас шестой, и хочу сказать, все равно вот эта микросхема нестабильно работает, он плохо, вот адрес Ардуино плохо его распознает, так работает вот, но все равно, мне кажется, что это, у меня микросхема такая левая пошла, то есть, адрес он может распознаваться, Ардуино может и не распознаваться, вот на шестом он уже более стабильно стал работать, это я думаю, вот от этой микросхемы, у меня вот какая левая, наверно, пляж из-за этого, я так думаю, так-то вроде все работает, так скетч, и схема будет у меня на сайте, спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok